Андрей Паршев. Почему Америка наступает? От автора. Великий философ 20-го до 21-го века Станислав Лем любил пошутить. В одном из его рассказов описывалось изобретение, которое делало секс неприятным, а крайне отвратительным занятием. Изобретатель надеялся таким образом сделать процесс деторождения осмысленным. Он трагически погиб линчованной толпой жителей города, где самовольно поставил свой эксперимент. Если бы медикамент, делающий процесс писательства крайне неприятным, в принудительном порядке добавлялся в водопроводную воду, мы имели бы только хорошие книги, по крайней мере от городских писателей. У вас в руках моя вторая книга. Писал я ее без удовольствия. Возможно, она получилась неплохой. Удачные книги получаются не потому, что хочется написать хорошую. Хотите, верьте, хотите, нет. Но успех приходит, когда трудно жить, не поделившись тем, что волнует. Будущее обязательно наступит. Хотим мы этого или нет? В конце 1970-х вышла такая странная повесть. Альтист Данилов Орлова. Некоторые до сих пор считают ее любимой, кому-то она совсем неинтересна. Однако словечко из этой книги нравится мне до сих пор. Хлопа побуды. Это те, кто хлопочет о будущем, думает о нем и готовится к нему. Хотя бы и в личных целях. Автор посмеивался над хлопа побудами. Ведь они считали, что в будущем станет выгоднее собирать бутылки, чем быть доктором наук. Кто тогда беспокоился о будущем? Может быть, только те, кто его боялся. Да много ли их было? Но я как раз из таких. Автор благодарит за ценные материалы Василия Владимировича Комарова и Александра Даниловича Гребнева. А также посетителей форумов Юрия Никитина Корчма, Сергея Георгиевича Карамурзы, ВИФ-2 и экономического форума Паршева. Введение Почему я беспокоюсь о будущем? Видите ли, я собираюсь провести в нем большую часть оставшейся жизни. Каттеринг. Однажды Бернард Шоу сказал, что когда он говорит правду, это почему-то воспринимается окружающими как самая лучшая шутка. Так оно и есть. Не подумайте, что это простейший способ прослыть остроумцам. Говорить правду трудно. Это совсем не то же самое, что говорить то, что думаешь. Но если удается подвергнуть собственные мысли критическому анализу, если удается понять, почему ты так думаешь, и нет ли в этом чужого влияния или подспудного интереса или предубеждения, то появляется шанс прийти к правде. Есть еще распространенная ошибка. Любовь к правде считают стремление говорить гадости. Тоже увлекательное занятие, но его нужно избегать, как и тяги к повторению телевизионных, книжных, рекламных или газетных штампов, искренне считая их своими мыслями. И трудно удержаться от скатывания в катастрофизм, хотя публика и любит, чтобы ее пугали. Числится такой грешок за родом человеческим. Ведь как приятно сидеть в теплом доме и слушать, как дождь стеной льет снаружи. Точно так же приятно ощущать свою безопасность, когда где-то далеко в отдаленном будущем или в отдаленном прошлом ужасные бедствия. Как же удержаться от желания попугать, если пишешь о вещах действительно опасных? Кроме того, для человека, принадлежащего к конкретному сообществу, вполне естественно отстаивать интересы этого сообщества, даже неосознанно. А правда, вполне способна оказаться не очень приятной для одной из подобных групп. Предположим, дворянин, помещик времен Вишневого сада, вдруг осознает, что аристократия в конце 19 века – совершенно никчемная социальная группа. Что все свои, все родные, друзья, знакомые, девушки – эти тургеневские совершенные паразиты. Нормальный, неозлобленный человек попадает в форменную ловушку. Как об этом сказать остальным? Какой выход предложить этим милым людям, способным только проживать доходы от наследственных имений, то есть эксплуатировать окрестных крестьян? Очень захочется найти что-то хорошее, вспомнить о прошлых заслугах дворянского сословия, найти примеры помещиков современного типа и распропагандировать их. Все это будет в какой-то степени правдой, но впустую. Как класс, дворяне были обречены на исчезновение и могли пострадать в наименьшей степени, только если бы пошли на капитуляцию. И говорить следовало именно так, а не возбуждать пустые надежды. Но в подобной тупиковой ситуации могут оказаться и профессиональные группы, и целые народы. Где взять внутреннего цензора, который вычеркивал бы все, продиктованное врожденной льстивостью? Или наоборот, обидой на свою группу? К счастью, одно из врожденных качеств человека – дух противоречия. У него назначение прикладное – позволять человеку занимать определенное место в социуме, поскольку без борьбы с окружающими результат маловероятен. Поэтому каждый конкретный человек, в принципе, может иногда прийти к мысли, что окружающие неправы, что общепринятое мнение неверное, развито похожее качество и у граждан рыночных обществ – дух подозрительности. Что это они мне пытаются продать? Оно начинает укореняться и в нашем сознании. С кем поведешься, сами знаете. Впрочем, оно и к лучшему. Нет более жалкого субъекта, чем человек с советским менталитетом в рыночном обществе. А в нем мы будем жить теперь долго. И за нами не прилетит космический корабль, как за незнайкой на Луну, чтобы вернуть нас обратно. Воспринимать в интеллектуальные штыки все, что слышишь, видишь и читаешь, изнурительно, но необходимо. Причем не только исходящее от неприятных людей, и от друзей, и от близких, и от единомышленников. Это даже важнее, скорее, можешь оказаться обманутым, если вводят в заблуждение непредумышленно, от чистого сердца. Вот я и подумал, что если попытаться написать правдиво, это покажется интересным. В данном случае, правдиво, это с недоверием к тому, что нам уже известно об интересующем предмете. А меня занимает проблема будущего, не отдаленного, а близкого, которому уже можно и нужно начинать готовиться. На эту тему пишут, и порой очень хорошо, но нет пока книги, какую я с чистой совестью мог бы вам порекомендовать и умыть руки. Не подумайте, что толчком к написанию данной книги послужили празднование во всем мире весьма странного торжества миллениума. И даже не таинственные события 11 сентября 2001 года, и их не менее таинственные последствия. Но толчок был. Стимулом послужили несколько строк из давно забытой книги Эллиота Рузвельта, сына президента США Франклина Делана Рузвельта, его глазами. Она была переведена и издана у нас в 1947 году и попалась мне в руки на книжном развале где-то в середине 90-х. Я перелистал ее и не купил. Не было в тот момент в кармане требуемой, хотя и небольшой суммы. Но слова эти врезались в память настолько, что я несколько раз говорил на эту тему с одним из немногих людей, кого такие темы искренне интересуют. Мухиным. Редактором газеты Дуэль. Увы, имеющие все шансы оказаться сейчас среди экстремистских изданий. А совсем недавно при встрече в его редакции Юрий Игнатьевич мне именно эту книгу вдруг и вручил. А раз так, тема снова всплыла и может быть оказалась ко времени. Что меня поразило в воспоминаниях сына Рузвельта? Всего несколько фраз президента, но емких. Коротко говоря, меня заинтересовали истинные причины Первой и Второй мировых войн. Как они виделись главным действующим лицам эпохи всемирной трагедии. Не в публичных выступлениях. В них все ясно. Демократия, свободолюбивые нации, долой тиранию. А в относительно искренних репликах, на секретных переговорах между Рузвельтом и Черчиллем. Их содержание мне показалось странным, но по размышлению моя реакция меня удивила еще больше. Ведь воспитанные нашим обществом читатели должны были легко воспринять именно такие циничные взгляды буржуазных политиков. Какие? При желании прочитайте. Странно также, что правильный, разумный, научный подход к причинам мировых войн не был востребован теми, кто об этих событиях писал во второй половине 20 века. А ведь вся необходимая информация была доступна. И мы до сих пор не рассказываем нашим детям, что же именно делали великие державы в 20 веке. Тем не менее, об этом нужно говорить сейчас. Иначе события нового 21 века, по мере их наступления, будут казаться неожиданными. А они способны стать не менее грозными, чем оставшиеся в прошлом. Если учишься водить машину, одно из самых кошмарных ощущений, когда не держат тормоза. Ты давишь на педаль, а корма грузовика накатывается неумолимо. Будущее именно таково. Как ни жми на тормоз, оно не перестанет к нам приближаться. Оно обязательно наступит, хотим мы этого или нет. Празднование миллениума я считаю странным, потому что событие это стало значимым по недоразумению. Новый век и новое тысячелетие начались 1 января 2001 года. А совсем не в 2000 году. Это частая, впрочем, довольно безобидная ошибка. До определенного момента ее делали даже речеписцы. Именно так можно перевести модное нынче словечко «спичрайтер» американского президента Клинтона. Но вот чего не было до того, не после помпезных увеселений, это размышлений, куда идет мир. И с чем он столкнется даже не то, что в новом тысячелетии, а хотя бы в новом веке. А пора бы, ведь среди нас живут по крайней мере несколько тысяч человек, которые, если не произойдет ничего экстраординарного, встретят уже следующий 22 век в здравом уме. Позавидуем им и понадеемся, что им будет что вспомнить, и не только плохое. С чего начнем? Что станет мирилом хорошей или плохой жизни людей в 21 веке? Главный критерий прост. Хорошо, если большинство живущих в этом веке, а почти все ваши знакомые и уважаемые читатели именно таковы, закончат жизнь по естественным причинам, то есть от старости, а не из-за голода, холода, войн и подобных неприятностей. Известно, что нельзя сказать, насколько был счастлив в жизни человек, пока он не умрет. Так утверждал греческий мудрец Солон. А споривший с ним лидийский царь Крес, помните, богат как Крес, убедился в его правоте на собственном горьком опыте. Попробуем подумать, есть ли у нас предпосылки к счастливой и спокойной жизни или чего-то все же не хватает. В отличие от футурологов середины прошлого века, нынешние пишущие на эту тему авторы пессимистичны. Большинство считает, что в 21 век человеческая цивилизация покатится под гору, без малейших шансов вернуться на достигнутые в 20 веке вершины. Более того, многие из них ожидают всемирной катастрофы, в результате которой численность человечества сократится раз в 10-20, а экономика уцелевших стран вернется к натуральному хозяйству. Самое печальное, что эти авторы не всегда производят впечатление ипохондриков. Напротив, они, как говорится, хорошо информированные оптимисты. Есть, конечно, и оптимисты, даже целые организации, обещающие невероятный расцвет. Но их прогнозы основаны на не слишком вероятных или совсем невероятных допущениях или вообще непонятно на чем. Не станем перечислять все, что может произойти неприятного. Неприятности нужно попытаться оценить, классифицировать по их важности и вероятности. Плохо, когда пророчат беду, но это частное поведение, реакция дела пробужденного. Очень плохо, когда об опасности знают, но молчат. В обычной жизни на этот случай существует даже статья Уголовного кодекса, в жизни же политической все сходит с рук. Я даже не рассматриваю случай, когда пастушок истошно кричит «Волки! Волки!», а в это время небритые дядьки сноровисто забрасывают овец в кузов грузовика. Хотя бывает, что информационным шумом прикрывают чей-то интерес, катастрофический для жертв. Очень нехорошо, когда предупреждают сразу о многих опасностях, пусть даже реальных, ведь степень их тяжести всегда различная, а на борту Титаника не время и не место борьбе с холестерином. Это почти то же самое, что предупреждать об опасностях несущественных и призывать к борьбе с ними, расходуя ресурсы, требующиеся для борьбы с реальными угрозами. Кстати, подобный пример мы наблюдали совсем недавно. Много лет велась борьба с пересыханием Каспия. Теперь там уровень воды повышается, если бы поверили тем, кто предупреждал об этом. Но сейчас мобилизовать необходимые ресурсы на строительство дамб и переселение жителей из поселений, оказавшихся под угрозой, почти невозможно. Значит, слово «беженцы», а то и «жертвы». Мало нам их из-за других причин. Необходимо найти самое главное звено, о котором говорил один известный человек Владимир Ильич Ленин, и взявшись за него, мы вытащим всю цепь. Что же это за звено? Стоит ли ждать, что кто-либо вместо нас оценит готовящийся угроз? Кто? Специальные кем-то уполномоченные люди? Правда, такие есть, но пусть они занимаются своим делом. Даже у ядерного реактора системы безопасности многократно продублированы, а реальный мир куда опаснее, и у нас нет его чертежей. Разве вы не слышали, как видный ученый вложил свои сбережения в финансовую пирамиду, или политик совесть нации проигрался на улице в три наперстка? Возможно, у них есть то, чего нет у большинства, потому они и ощущают себя выше многих. Но зато у большинства есть житейский, здравый смысл. Этого вполне достаточно. Что только высший класс будет думать о нашем будущем? Нет уж, нельзя перекладывать на них эту обузу. Если о завтрашнем дне начнет думать рабочий, крестьянин, мелкий предприниматель, то можно не отягощать бояр и светлых князей. Сами задумаются. Итак, приступим мужественно и решительно.